МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. В студии працуя Александр Гамоля. Глядите вы к этому выпуску. Час выполнения жаданья. Сегодня в Беларуси стартовал самый масштабный марафон добра. Акция «Наши дети». Маски, пальчатки, антисептики в регионе протягиваются мониторанных выполнений суперэпидемичных рекомендаций. Сучастная, комфортная и навод заховая двандалов завершается 5-годовая программа по замене лифтов. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Новогодние святы начинаются. Сегодня в Гомельской области даден старт традиционной республиканской акции «Наши дети». Первый новогодний раннешний для детей-сирот с домов семейного типа прошел в Центр экологичного туризма в Гомельском районе. На им побывала Ганна Корольчук. С Новым годом! С Новым годом! Поздравляю всех гостей! Дед Мороз и Снягурка витают своих гостей – детей из Ветковского, Речицкого, Петраковского, Наравлянского и Гомельского районов. Колясо 100 хлопчиков и девочек приехали на встречу с Казкой разом со своими батьками-опекунами. Организаторы доброчинного мероприемства, Белорусский детский фонд и Министерство по надзвучайных ситуациях. Они объеднали намаганье, как порадовать детей, обделенных батьковской увагой. При этом свято постарались заработать не только веселым, а и корыстным. Дед Мороз, Снегурочка и, конечно же, герои из волшебной книги детям покажут безопасное поведение не только в период новогодних праздников, но и детских каникул. Конечно же, Министерство по надзвучайной ситуации много внимания уделяет для безопасного проведения, свободного отдыха детей наших. И делается все для того, чтобы безопасная жизнедеятельность наших граждан и, конечно же, наших детей, которые нуждаются в нашей помощи. Мы всегда, как работники МЧС, приходим на помощь. Детей ждала гульневая программа и корыгоды на свежем поветре, а так само знакомство с беспечным Дедом Морозом, который подрихтовал интерактивные конкурсы. Шмат эмоций выкликала экскурсия по зоопарку и кормление живел. Такие пригоды запомнятся хлопчикам и девочинкам на весь наступный год. Праздник классный очень. Мне понравилось смотреть животных, особенно зубры понравились. Мне понравилось, как мы возле елки танцевали. Хороводы, да, Лентина? Так, и тебе? Мне понравилось, как показывали зверей. Я приехала из города Наровли, я в шестом классе, мне 12 лет. Здесь мне очень понравилось, как нам показывали зверей. Мы здесь сегодня танцевали, гуляли с Дедом Морозом, пили чай и смотрели всякие различные игры. А что тебе все понравилось? Мне понравилось, как мы танцевали возле елки. Мы приехали из города Ветка, Гомельской области. Приехали мы на елку. Здесь мы видели различных зверей. Потанцевали, веселились. Далее дитяча каусал от кистол и подарунки, набытые дякую ЧМНС и организациям партнером дитячиха фонду. Нагадаем громадское объединение проводит такие доброчинные ранечники Амаль 20 годов. Мы очень хотели, чтобы дети получили впечатление, чтобы они получили хорошее настроение. И благодаря хозяевам этого экологического туристического центра, благодаря нашим спонсорам, которые нам дали возможность еще детей порадовать и сладкими подарками. И такая сегодня возможность, и такой сегодня позитив у всех детей. Мы забыли, что это зима, что есть проблемы. Мы очень надеемся, что мы будем все живы и здоровы. И мы будем все вместе здравствовать. И надеюсь на хорошее будущее. Акция «Наши дети» протягнется в Беларуси до 19-го студента. Все доброчинные мероприемства будут проходить за хованием санитарных нормов. Неглядя на складанную эпидемиологическую обстановку этих детей, нельзя лишать новогодних отсюда. А вот такое святое на открытом поверхе – это добрая махчимость отримать незабывное уражение. Для соправданных оказочных настроек, не хопая бодать, что только снега. Ганна Корольчук, Йоген Макенко, телерадио компания «Гомель». Беларусь закрывает наземную границу для граждан краины в метах борьбы с коронавирусом. Обмежевание пошуте денежать с 20-го снежни и не тышатся авиаперолетов. Гражданам заборонят выезд, коли он не связан с рабочими командировками, дипмиссиями, учебой и экстренными причинами. Замежным гражданам, которые пребывают в Беларусь, необходимо будет иметь при себе доведку, которая подтверждает одновленный выник лабораторного доследования на COVID-19. Областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проводит манитуринг объектов в Гандлю и громадского харчевания. Головная мета – контроль за выполнением супротепедемических мероприемств. С выниками проверок ознайомились наши корреспонденты. Сейчас в Гомельской области працует больше 16 тысяч объектов в Гандлю, свыше 7,5 тысяч, из которых непосредственно крамы. Беда и наибольш частая заувага до их – отсутность так званого ранешнего фильтра, кали перед пашатком работы проводится бесконтактная термометрия супрацовников. А про шатаго в некоторых крамах, які гандлююсь не харчовой продукцией, а значены факты, кали продавцы не корыстаются масками. Правда, тыжаца гэта больше не вельми великих гандлёвых кропок. А вось, с чем проходится постоянно сутыкацца самим продавцам. Адмова от выкористания тех же масок, не которыми – покупниками. Во поздний час их стало значно меньше, а ли выключениями такие выпадки не изъявляются. Зарегистрованные факты, кали кассиры, адмавляются обслуговывать таких покупников. А ли покуль – основная мера профилактичная. Кали людей просит протримливаться супротепидемичных рекомендаций. Основная масса людей, конечно же, приходят в масках, так как они уже ознакомлены с этими требованиями. Но есть, конечно, люди, которые не готовы носить маски и очень возмущаются. Но в основном все реагируют положительно. У кого нет маски, они приобретают, но в основном пользуются масками. С работниками КРАМ покупники, звычайно, не спрашаются. Але казаць, что маски носить усе без выключения, поколюсё ж таки нельга. Прошым, не заусёды гэта свядомая невыконанья рекомендаций. А прощатого многие лишат достатковой меры захования так званой социальной дистанции. Иногда бывает тяжеловато, особенно, когда нос заложен. Тогда бывает, конечно, тяжеловато. Когда вот в магазины захожу, обычно одеваю там, где много людей. Ну а так по улице обычно на них не хожу. Наявность дезсродков при выходе у крамы, використанні сродков АХОВы, разметка для захования социальной дистанции и памятки об необходимости выполнения супротепидемичных мероприемств. Для объекта УГАН для Гомельской области сёня гэта уже обовязковая правила. Прикладное тоэж можно обказать и об объектах громадского харчавання. На Гомельше них зараз коля 2700. Правда, тут ёсь свае особливості. Калі меркаваць па выніках мониторангу санітарных службоў, шмат дзе не выконываецца патрабавання паштадзённой апрацолцы дезинфіцэрующими сродками залов. Теоретична, яна павінна робіцца двойчы – днём і пасля заканчання работы. Аля, шмат у кого ў реальності нема наводыстатковый колькості антивірусных ваткастю. І гэта не адзінае парушэння, якой выявляецца ў кафе, барах, столовых і ресторанах. Що касается объектов общественного питання, здесь тоже имеються такие нарушения, как непроведение утреннего фильтра работников в начале рабочего дня, недостаточный запас дезсредств, і отмечаєм нерегулярну уборку обеденных залів с применением дезинфіцирующих средств, либо недостаточный объем обработки дезсредствами, имеющих поверхності в обеденных залах. Алишенчуров Вольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо-компания «Гомель». Новая лифта як подарунок до нового года. У дома Гомельська і в області завершається монтаж звыше 40 лифтов. Кошт одного разом з усталяванням каля 50 тисяч. Марина Сіверянова побывала ў шмат-поверховках, де установка завершається і там, де жильцы імі уже корыстаються. Яуген Гуцев за два годы змонтіровав каля 100 лифтов. Установка кожного тягнеться каля місяцем. Скурупулізна і відказна работа підробує професіоналізму і уважливісті. У доміна Сіверянова лифт монтірують каля 2 тисячі. До новоохідних святів роботи будуть завершені. Работаємо около двох недель. Произвели практично весь монтаж, заміну палок, направляющих, кабінних, противовесних. В основному, діло движеться к завершенню. Тобто останеться запустити, це ще неделька. Ну і все, в принципі, здача. Татьяна Салєнка живе на четвертым поверсі. Каже, привыкла за два дні ходити по лісвіці. І гайтаєю, усміхається жанчина, навіть на користь. І все ж, доведавшися, що лифт запустять до новоохідних святів, радуються. Будемо з большими покупками йти, з подарками. Уже будемо їхати і не йти. Інші жахары так само задоволені, що у їх домі худко буде прихожий лифт. Звісно, доволені. Новий лифт, все красиво. Єдем на Свиридово один. Тут усі лифты нові. Жихар Дома Александр, який вирішив своє прозвища не називати, каже, що у новому лифте їздить вельми приємно. Востільки не покоїться за вихованість людей, щоб не сапсували таку прихожість. Только, видите, безпорядок, люди не культурні у нас. Ну, так вот. А так хорошо, удобно, дуже комфортно. Але не усі люди такі обиражливі, як Александр. Почас дымок нам рассказали, як подлітки зламали новий лифт, на завтра після установки. Але не продугліли одну важну окалічність. У лифтах системи видо-назірання інформація з камер заховується каля місяця. На жаль, на ніяких людей дзенечуть тільки такі меры. І з цим згодні і містові жихари. Сумленним людям бояться нечого. А тим, кого тягне на шкоду, придіться адренних учинків утримацься. Нужні ці камери, як ви считаєте? Я не знаю. Я, похоже, нічого не делаю. Але інші не будуть робити. Так, так, все одно видно. Один лифт разом з монтажом кашто 50 тисяч. Термін його праці – чверць та годзі. Государственна програма «Комфортне жилье і благоприятна середа» на 2016-2020 годы було доведено задання по замені 1110 лифтів по Гомельській області. На сьогоднішній день уже выполнено задання в 1215 лифтів. До конца текущого року подлежить замені ще 41 лифт. У наступному годі відповідності з новой пятигадової программой у Гомельській області протягнуть і менять лифты. Нові у Сталюйць у більших тисячі під'їздах. Марина Сівер'янова, Сергій Камкул, телерадиокампанія «Гомель». Распрацівка онлайн-программ про сенс-патриотизму. У обласний музей воєнной слави огучили питання і пропонування для мерковання на усі білорусській народному сході. Наприклад, пропонувано на законодавчому зроўні замацаваць поняття патриотичне виховання і проведення популяризации державной символіки Білорусі – флага, герба і гімна. Для Міністерства Адукації прагучала пропонува унести зміны у адукаційные программы, які тычаться вивучення певних історичних етапів у приватності Другой Сусвітной Войны. Так само разглядається макчымось выкладать адповідные дисципліны у новым ітерактивным варіанці, а так само створыць воєнно-історичні суполкі на усіх узровнях – городським, обласным, республіканським. Действительно, очень острі і важні вопросы подняты. Я уверен, що багато з них знайдуть отраження в дальнішому при формуванні тих предложень для Всебелорусського народного собрання. Це і затронути, це буде змінення конституційних норм, і в образовательний процес. І в принципі ми поговоримо про історію, про то, як сейчас дуже важливо дійсно знати і помніть то, що прошли наші деді і прадеді. Молодіжі видят новий підход в інтерактивністі і внедріння сфері інформаційних технологій в процес образовання. Тобто, вони хочуть увидеть якісь события в оцифрованому варіанці. Планується, що Всебелорусський народний сход пройде у студені лютым наступного года. Завтра у Гомелі відбудеться агульно-городська акція «Запальваєм Ёлку разом». Почас її новогодніми огнями зазяє головна ёлка города, і одночасово з гэтай падзей буде включена основна частка іллюминації. Як сьоліта змінються святочне оформлення обласного центра, журналистам розказали пачас пресс-конференції. Дмитрий Котов з подробязностями. Сьоліта новогоднія іллюминація буде більш малюнічей, стверджають організаторы. Гамельчаны гостей города чакая шмат сюрпризов. Усіх сакрэтов пакульне раскрываюць, але об нікоторых деталях журналистам поведаміли. У сквера імя Кирилы Туровського разместіцца кветковая композиція «Лотос». По концепції она запрашає указку «Снежная королева». Яї головні персанажі будуть знаходіцца на площі Ленина у музычным садзі. Побач своє гонорове місце зоями бык – символ надыходящого 2021 года. Яшы одно нововведення – калейдоскоп аттракційонов. Іх усталюють у трох найбуйніших святошних кропках Гомеля. На площах Ленина і Повстання і каляля дового палацца. Організатори обіцають, що аттракційоні сподобаються не тільки дітям, але і дорослым. Дареш і завтра новогодніми огнями засія галонна елка города. І одночасово з гэтай падеї буде включена основна частка іллюминації. Однак нові святошні об'єкты будуть з'являцца і в наступні дні. С кожним днём у нас будуть увеличиваць якісь нові об'єкты. Открывацься у нас в цьому гаду заіграють сквери. Вас ішдет ще маленький сюрприз в сквері Гарамыка. Паэтому постепенно к новогоднім праздникам у нас будуть добавляцца нові об'єкты. Безумовна основна частка сюрпризів, чакая гамельчану центральній часы города. Але ж новими святошними елементами об'язаюць порадовать во всіх районах. І в районах теж адміністрації працюють і з собственниками, і предприятиями. Теже будуть устанавливатися ёлки. Тобто іллюминація, якісь новшества будуть привнесены. Святошна іллюминація буде працювати з надіходом вечора одразу як з сім'єї до самій ранніці. Радовать гамельчан і гостей города она буде до середини студеня. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гэта інша новинна інформація проєктах телерадиокомпании «Гомель» ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым випуск завершено. Усяго доброго і до зустрічі у ефірі. Де факта на телеканалі Беларусь 4 в студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Мозарі водитель-пенсіонер завершил наезд на дітей. Пострадали дівчка і мальчик в возрасте 7 і 14 лет. ДТП произошло на пешеходному переході. Брат ввёл домой со школи младшую сестру. Водитель автомобиля «Сиатни» уступил юным пешеходам дорогу на улице Гагарина. Около 18.00 діти стали переходить проезжую часть по переходу і попали под колеса легкового автомобиля. В итоге у девочки перелом бедра, у мальчика травма плеча. Оба ребёнка були госпиталізовані. Водители должны понимать, що управляя средством повышенной опасності, вони должны соблюдати повышенні меры осторожності, особливо при проїзді остановок общественного транспорта, учрежденья образований, де можна появляти пешеходів. Кроме цього, при проїзді пешеходних переходів бути особливо сосредоточеними, так як можуть вийти на дорогу пешеходи. Ім необхідно предоставити преимущество в движі. Тому необхідно двигатися с такою скоростью, которая би позволила остановити своё транспортне средство. С начала года в Гомельской області с участием дітей произошло 53 ДТП. Трой несовершеннолетних в них погибли, 57 оказались в больнице. А накануне в Гомеле городской автобус повалил светофор. Це произошло на привокзальной площади. По всей видимости, водитель не вписався в поворот і задел столб. Ніхто із пасажирів і пешеходів не пострадав. В Жлобинському районі на пожарі сосед спас пенсіонерку. В деревні Бобовка накануне днём горел жилой дом. Шум пожара і лопаючість Ашифера услышав проживаючий в соседнем домі мужчина. Он поспешив к месту ЧП. Вошёл в пылающее помещение через входную дверь, увидел сидячую на кресле пенсіонерку і вивел её на свежий воздух. Це була мать хазяки дому, которая на момент ЧП була на роботі. Предполагається, що к пожару привело неосторожне обращення с огнём сына владелиці дома. А в Гомельском районі горела котельна, обеспечивающее теплом здание по производству пластиковых окон. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие на площадь с двух квадратных метров і імущество котельной. Пострадавших нет. Причина возгорання – нарушення правил эксплуатации печей, теплогенерируючих агрегатов і устройств. Добивали костылём. Следователями Гомельского городского отдела Слідського комитета передано прокурору для направления в суд уголовне дело об убийстве мужчины. Все произошло в квартире на Реческом проспекте. Сын хозяйки і його приїтель вступили в конфлік с сожителем жінчины і слово за слово пустили в дело кулаки. Приїтель возмутился тем, що сожитель оскорбила мать його друга. Парень сходил в соседнюю комнату, взял костыль хозяйки і нанес потерпевшему несколько ударів. В ході расследування уголовного дела обвиняємим було пред'явлено обвинення по части 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республіки Беларусь і уголовне дело направлено в суд. А осторожно, тонкий лед. Інспекторы по делам несовершеннолетних проводят с подростками разъяснительные беседы. Очередные профилактические мероприятия вони провели после следующих кадров. Ещё один! Що вони з'явили? Этот рискованный выход на лед в своїх однолеток запечатлели гомельські школьники на ул. Сверидова. Мальчишки неосмотрительно проверяли тонкий лед на прочность. Никто не пострадал, но видео их подвигов поступило в распоряжение милиции. Правоохранители предупреждают, выход на неокрепший лед смертельно опасен. Это вся информация выпуска. С вами был Руслан Габрилёв. До свидания. Субтитры предупреждают, Субтитры предупреждают, очень мощная, сбалансированная во всех линиях, на всех позициях. Поэтому, безусловно, будет очень сложно играть. Безумно сложно, но будем играть, будем делать всё зависищее, чтобы выиграть. Финал четырёх пройдёт на паркете Дворца спорта Уручье при пустых трибунах. Все матчи будут транслировать на сайте Белорусской Федерации волейбола. Финал в прямом эфире покажет «Беларусь-5» интернет. «Гомель-2» поднялся на четвёртую строку в чемпионате Беларуси по гандболу во втором дивизионе. Команда Сергея Цыганкова на выезде обыграла Гродненский «Кронан-2» 31-27. Необходимый голевой перевес гомельчане создали во втором тайме. На перерыв команды ушли при ничейном счёте 15-15. В турнирной таблице у «Гомеля-2» и столичного арцора равное количество очков. Однако минчане располагаются на строку выше за счёт дополнительных показателей. Лидирует в чемпионате сборная 2004. Кстати, гонбольный «Гомель» призывает болельщиков совершить доброе дело. Клуб организует сбор подарков для Гомельского областного дома «Ребёнка». Подгузники, влажные салфетки, детские кремы, присыпки и другие предметы личной гигиены можно передать во время ближайших домашних матчей женской команды. 15 декабря гомельчанки играют с «Городничанкой», 19 с «БНТУ» и 27 со «Звездой». Также привезти подарки для малышей можно в офис клуба, который находится по улице 50 лет завода «Гумсельмаш-12». С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова